В Рязани в преддверии праздника Дня Народного Единства прошла акция «Дерево дружбы». В городском парке собрались люди разных национальностей и взрастов. Тут в знак дружбы и мира была посажена ель. Мы очень долго обсуждали, почему именно ель. И подумали, что Новый год, наверное, самый любимый праздник у всех, у любых национальностей. И на Новый год всегда должна быть ель. И поэтому и в центре города, и во всех районах появились новые красавицы. Я думаю, что они будут наряжены на Новый год, и здесь будут водиться хороводы. Такие акции планируют проводить ежегодно. Сами рязанцы считают, что это хорошая идея. У каждого есть возможность внести свой вклад в озеленение и украшение города. Тем более ель – это символ Нового года. В этот праздник, как известно, сбываются все желания. А ведь каждый из нас хочет, чтобы наш город был красивым и процветающим. Подобные акции просто молодит любого человека, в том числе и меня. Я очень рад. В эти минуты светит ярко солнышко, придает каждому из нас хорошее настроение. Ну и самое главное само по себе – это событие посадка дерева, говорить о том, что у нас все впереди. Самое хорошее. Четырехметровую красавицу ель сегодня посадили и в парке «Морской славы» в микрорайоне Конищево. Помимо депутатов городской думы, сотрудников префектуры Московского района, представителей национальных диаспор, в высадке ели приняли участие и ребята из Центра детского творчества Прёкский. Школьники, кстати, высказали желание нарядить ель к Новому году и устроить в парке праздник. Представители власти пообещали поддержать их в этом желании. По словам участников, акция высадка деревьев в парке «Морской славы» проходит регулярно. Но такое красивое дерево посадили впервые. Это знак того, что наш парк, один из самых красивых рязанских парков, он развивается, он будет развиваться дальше и, как мы и обещали, со временем будет, наверное, один из лучших действительно парков нашего города. Дружественные ели также высадили в городском парке на улице Ленина, парке имени Александрова и в сквере в поселке Керамзавод.